Рефал. Мой доклад будет полон текстов программ, и это объясняется очень просто. Поскольку у меня гораздо больше опыта программирования, чем опыта преподавания, то я скорее расскажу о том, как можно преподавателю новому быть, который владеет программированием, который может освоить для себя новый язык программирования, как он может вести себя, одна из линий поведения в ситуации, когда мы видим студенты, первый курс, строительные специальности, колледж. Большинство из них со слабой математической подготовкой. Преподавание велось информатике. Речь шла о повторении тем, которые проходятся в школе в восьмом классе, количество информации, системы исчисления, математическая логика, алгоритмы, работы с офисными приложениями. Поскольку преподаватель новый, первый год фактически опыта, опыт преподавания один год, то налицо недостаток каких-то наработок и опыта преподавания. На настоящий момент есть наработанные примеры и ответы для отдельных тем, в частности вычисления таблиц истинности, работа с единицами измерения количества информации, в том числе как с битыми, так и с тритами, перевод чисел из одной позиционной системы исчисления в другую. Ну и в общем-то подхожу к задачам, которые требуют знаний из разных тем, то есть этого нет в онлайн-калькуляторе, над этим нужно думать. И к задачам, которые показывают практическую применимость тех или иных, например, математической логики. Итак, рассказ мой будет о том, что и как было сделано. Какие инструменты были использованы? Операционная система AltLinux, девятая платформа, стартовый набор. Для вычисления программ, написанных в структурном стиле, использовалась октава, хотя мог бы быть и сайлаб. Предпочтение обусловлено тем, что язык октавы достаточно близок к матлабу. При наличии опыта работы с матлабом это оказалось более предпочтительным. Для выводов PDF использовался техлив из репозитория пакетов, как, впрочем, и октава. А также использовался рефал. Причем рефал использовался как транслятор, написанный в Переславле-Залесском, так и рефал М, приведена ссылка, это интерпретатор, обладающий рядом особенностей. В частности, к особенностям рефала М относится то, что программа может писаться целиком на русском языке, то есть с использованием имен функций, имен переменных русскоязычных. Для типов переменных введены сокращения. И есть удобный ввод-вывод в файлы. Итак, что было сделано? Первое, что было сделано для примеров и ответов по некоторым темам, была налажена массовая генерация автоматическая. Второе, отказ от стандартной реализации арифметики в ряде случаев произошел. Третье, хотелось бы обратить внимание на то, что программа, написанная на рефал М, может представлять собой текст русскоязычный. И это некоторые следствия имеет. Ну и сказать пару слов о том, какие видятся перспективы, какие могут быть сделаны выводы, какие вопросы еще не решены. Что дает автоматическая массовая генерация примеров? Во-первых, преподаватель, который может такую генерацию реализовать, он, наверное, понимает о том, как решение данных задач можно формализовать, как можно формализовать генерацию задач этого класса. В частности, можно процитировать Витцинбаума о том, который говорил, что вычислительная машина является безжалостным критиком наших рассуждений. Второе, мы видим, что автоматическая генерация может обеспечивать в рамках заданного формализма разнообразие. То есть в какой-то степени это разгружает фантазию преподавателя и дает ему материал, откуда он может черпать как при тестировании, так и при объяснении. На примере выражений логики высказываний и таблиц истинности расскажу про сам процесс. Генерация производится под управлением башскрипта. Первым этапом практически всегда является вычисление массива и вычисление псевдослучайных чисел, что обеспечивает непредсказуемость примеров. Это производится в октаве. Массив поступает на вход рефаловской программы, которая строит последовательность пронумерованных выражений. Эта последовательность сохраняется в файле, который читается другой рефаловской программой, формирующей для каждого выражения последовательность команд октавы, вычисляющих таблицы истинности. Программа, написанная на октаве, точнее программа, сгенерированная автоматически, вычисляющая таблицы истинности, выполняется интерпретатором октавы. И стандартный вывод интерпретатора — это последовательность пронумерованных таблиц истинности в текстовом формате, который преобразуется рефаловской программой в тех разметку, и разметка преобразуется в PDF. Для других случаев ситуация может быть другой, но преобразование результатов в тех и автоматическая генерация PDF, она остается. Так же, как генерация псевдослучайных чисел. Пример программы, функции генерации выражения на рефале версии Переславль-Залесского. Мы видим аналогично ту же самую функцию, переписанную на рефал M. Мы видим, что это русскоязычный текст. Подробнее об этом будет сказано чуть позже. Пример промежуточного результата. В выражении использована префиксная запись, указан символ функции, местность функции, для конъюнкса и динюнкса, она может быть разной до четырех. Далее, каждое выражение преобразуется в последовательность команд. От листьев дерева выражения вычисляются узлы, последним вычисляется корень и выводится таблица истинности. Для тысячи выражений использовался стандартный объем тысячи примеров. Такой файл имеет объем порядка одного мегабайта. Вот пример файл таблицы истинности, текстовый. Для двух выражений первых. Как обеспечивается целостность данных? Дело в том, что, во-первых, примеров много. Важно не допустить путаницы. Как при отладке, так и при использовании полученных PDF. Во-вторых, нужно не допустить путаницы в случае, если генерация производится многократно. Поэтому нумерация выражений и результатов всех промежуточных и окончательных сквозная, в том числе таблицы истинности. Поэтому в клон-титуле каждого файла указывается дата-время генерации. Второе направление. Отказ от стандартной реализации арифметики. Здесь представлены первые шаги и указана ссылка, по которой вы можете ознакомиться более подробно. В каталоге примера на сайте Refall.m. Что это дает? Например, вопрос. Сколько битов в 796 терабайтов? Вообще-то предполагается, что студент должен уметь на этот вопрос правильно ответить. Программа на рефале выдает ответ. Длинное достаточно, целое число. Мой инженерный калькулятор выдал другой ответ. Так вот, большинство студентов, очень многих студентов, такой ответ ставят в ступик. Они все, что после Е, опускают. Другие студенты залезают в интернет, находят онлайн-калькулятор и смело умножают, не разобравшись на какую-то степень 10. Соответственно, это дает возможность разбирать ошибки, проверяя уровень владения студентов. И, в общем-то, позволяет им чему-то научиться. Другое направление, несколько нестандартное. Можно отказаться от записи дробей, даже бесконечных, с каким-то числом, как последовательности цифр и ввести в рассмотрение периода, что, в общем-то, известно. При этом период может быть длинным. Задача достаточно нетривиальная. Я, во всяком случае, такого онлайн-калькулятора не знаю. И хорошо. Во всяком случае, это побуждает студентов самим считать, самим думать и разбираться. Перехожу к тексту, написанному на рефал М. Пример некоторых интересных эффектов. Мы видим последовательность функции напечатать, обработка, напечатать. Интересно, что напечатать — это глагол, обработка существительная. Соответственно, хотелось бы грамматически согласовать имена функций. Варианты. Первая альтернатива. Напечатать — заменить на печать. Правда, тогда возникает проблема с поддержанием аргументов. Если мы хотим, чтобы программа была максимально приближена к русскоязычному тексту. Ну да ладно. Другая альтернатива. Обработать. Кажется более предпочтительной. Почему? Потому что функции данные используются исключительно для побочных эффектов, таких как печать. Вывод. Печать — стандартный вывод. А не для получения возвращаемого значения. Все возвращаемые этими функциями значения — это пустые строки. Поэтому они пустые. Поэтому хотелось бы, чтобы… Но это не всегда так. В случае, если функция возвращает не пустое значение, и ради этого она используется, уместно использование существительных. Вот мы видим генерация дерева выражения, дерево выражения, выбранный символ, остаток, СЧС, случайное число и так далее. Все это существительное. Какие из полученного опыта сделаны выводы? Во-первых, что позволяет сделать автоматическая генерация примеров и ответов? Прояснить понимание формальных систем, с которыми преподаватель работает. Обеспечивает материалом для иллюстрации и проверки, но, конечно, не избавляет от необходимости ставить интересные задачи. Отказ от стандартной арифметики, реализация арифметики позволяет разбирать ошибки студентов или в самих программах, позволяет решать задачи, для которых пока что нет онлайн-калькуляторов. Связка рефала и теха пригодна для решения задач автоматической генерации, преобразований, документирования, выражений, текстов, программ, таблиц. Но для работы с массивами, псевдослучайными числами, конечно, лучше использовать программу в структурном стиле. Такие вычислители поскольку есть. Что можно сказать про рефал-н? Позволяет писать программы, читаемые для русскоязычного пользователя, и более остро ставит вопросы о стиле написания и понимании текста программ. Перспективы приведены. И нерешенные вопросы. Пожалуй, все. Спасибо вам большое. Очень приятно прослушать доклад про рефал, особенно в Переславле. Если позвольте, два мелких замечания. Можно отмотать немножко назад? Да, конечно. Еще чуть-чуть. До терабайта. Да. Это не терабайта. Это тебе байта. Да, Гоша задал мой вопрос. Тебе байта, согласен абсолютно. Уже 8 лет, как они не терабайты. Хорошо. Спасибо. Теперь вперед, пожалуйста. Там есть еще одна штука. Просто совет такой, да? Почти до самого конца сейчас я скажу, где. Еще, еще, еще. Вот. Я бы на вашем месте не... Эта практика показывает обучение, в том числе на школьном языке, который школьница. Я бы на вашем месте не слишком надеялся на то, что программы, написанные русским языком, будут лучше восприниматься. Проблема чисто психологическая. У человека русскоговорящего за каждым русским словом присутствует очень большой тезаурус связанных терминов. И если он не программист и не приучен к формальному мышлению, и у него нет вот этой привычки, что какого бы слова ни было, за ним стоит одна конкретная функция, да, то, как ни странно, вот я довольно много там у детишек преподавал, у непрофильных специальностей, я об этом даже докладываю делать немножко. Так вот, я бы не слишком надеялся, что это поможет вам, да. Значит, обычно бывает наоборот. Обычно какие-то заковыристые, но запоминаемые слова у людей откладываются как однозначные термины, а русские слова слова «печать». У меня философы путали слово «вывод» и слово «присваивание». Понимаете? Вот. Теперь, значит, относительно базового рефала, кажется, было упомянуто слово «базовый» или не было. У вас рефал-5 базовый, да? Рефал-5. Потому что, например, есть сообщества, которые говорят, что в рефале-5 чего-то не хватает по отношению к рефал-2. Вот. Ну, понятно. Насколько вы рекомендуете рефал-М как условно-современный язык? То есть можно ли на нем делать там условно все, ну, не промышленно, но, скажем, учебно? Насчет делать все, конечно, нет. А насчет преобразования текстов, насчет случаях, когда нужна, скажем так, некоторая читабельность программ, приближенность, возможно, к русскоязычному программисту, ну, это, мне кажется, может быть интересным. Хорошо, спасибо. У меня больше практический вопрос про применение. Я вот, когда Георгий упомянул насчет tbbyte, я тоже хотел по этому поводу сказать. Автоматическая массовая генерация примеров и ответов, это замечательно. А вот проверка, ее все равно вручную проверять? Или есть автоматическая проверка? И как она справляется с такими вещами, как, ну, не знаю, например, из математики, например, приведу. Если там в ответе может получиться, ну, не знаю, a умножить на b разделить там на c, а студент написал b умножить на a разделить на c, это ведь одно и то же. И как проверка автоматически проверит вот такой шаблон? Вы знаете, до автоматической проверки дело не дошло, но, по крайней мере, это позволяет осуществлять разбор аргументированный. Кроме того, прежде всего я могу сказать, что ошибка может быть в такой ситуации как у студента, так и у преподавателя в программе. И нужно уметь это признать. У меня маленький вопрос. А это первый язык программирования для ваших учащихся? Это никакой язык программирования для моих учащихся. Это новый язык программирования для меня. А, для вас. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.